Здесь надо лёд отдал, тяжёлая крышка со льдом. Мне её не поднять, потому что это... Георгию Николаевичу 71 год. Он ветеран труда. Прошлой зимой муниципальные службы убирали его улицу от снега. Тогда грейдер наехал на выгребную яму и снял с дороги слой глины. Теперь вода не проходит ниже по улице, а идёт прямиком в колодец. А с ними разговаривать бесполезно. Я разговаривал с администрацией, кто отвечает на эти дороги. Он сказал, ничего я делать вам не буду, никакой вам техники. И, в общем, от меня отвяжитесь. Вода, которая шла вниз по улице, залила яму, деформировала трубы. И всё содержимое стало врываться в дом. Вот видите, что сделал? Бандаж. И перевернул его проволокой, вот, к штыру. Чтобы не утянуло трубу. Её утянуло туда, и пошли фекалии. Прямо здесь? Да. Как говорит Георгий Николаевич, жили в основном продуктами с огорода. Когда погреб залило, пришлось всё либо выбросить, либо раздать. Теперь ему, жене и тёще, ветерану войны, приходится обходиться небольшой пенсией. Георгий Николаевич не раз писал чиновникам. Ответ получил. В том, что выгребная яма просела, виноваты сами владельцы дома. Оказывается, согласно правилам благоустройства, принятым ещё в 2017 году гордумой, колодец должен находиться на территории участка, а не за забором. Юристы говорят, что в этом чиновники правы. На возмещение данного вреда я полагаю, что оснований нет никаких, так как находились конструкции данные незаконно, и администрация фактически даже могла не знать о наличии там специальной какой-то ямы, которую они могут повредить. Получается, Георгию Николаевичу помощи можно не ждать. Даже наоборот, сама администрация вправе подать в суд, поскольку колодец стоит на муниципальной территории. Пенсионера могут даже обложить налогом за использование чужой земли. Как говорится, всё по букве закона. Так что, если выгребная яма вашего дома тоже находится за забором, лучше её оттуда перенести. Андрей Дреер, Александр Антропов. Наши новости. Продолжение следует...